Чёрные луны в Козероге – это о предательстве в верхних эшелонах власти. Но они в первую очередь о безответственности и утере вертикали каждого. То есть, если у нас что-то не так с властью, то это на самом деле у нас что-то не так с нашей собственной вертикалью. Моя хата с краю, это, кстати, про это. Посмотрите карту Украины. Луна Водолея. Управитель Водолея – Уран. А Уран Украины? Да, он в королевском градусе, конечно, но он в соединении с Друдж. Королевский градус – это значит, много даётся для того, чтобы исправить карму. Но и потом много спрашивается. Но основное – это то, что управитель Луны народа в соединении с Чёрной Луной, то есть диспозитор в соединении с Чёрной Луной, показывающий поморочение и максимальное отхождение от изначально задуманной творцом программы. Вот оно – безответственность и в попе свобода играет. Чем дальше и надольше душа народа отклоняется от изначально заданной траектории, тем больше кармических событий она притягивает и проживает. И только катарсис может исцелить. Надо что-то с этим делать. Да, что там диспозитор, Господи ты, Боже мой, в карте? Лилит – сама Чёрная Луна на асценденте, то есть так, чтобы точно не проморгать. Работы – непочатый край. По поводу 24 августа, Дня независимости Украины. Что празднуется, что вспоминается в этот день, чем пропитана эта дата? Вот эта дата – 24 августа. Варфлафеевская ночь 1572 года. Резня гугенотов во Франции католиками. То есть один народ и кто-то выгодополучатель. То есть одни французы вырезали других французов на каких-то условных, очень условных, религиозных разделениях. В этот день, на самом деле, много чего ещё такого же с резнёй связанного произошло. Из песни слов не выкинешь. И намёк конкретный мы должны уметь читать между строк. Стоит ли повторять ошибки? Нет. Лилит на стелиуме будет на соляр 23-го года. То есть это программа на годы. Значит, кресты падают или чернеют всё-таки по совокупной карме. Проснуться надо от морока и проанализировать по-честному последние 30 лет. Кто что построил, кто не построил, кто разворовал и так далее. В августе, помимо Лилит на Солнце и других планетах этого стелиума, ещё и Марсиар. Значит, ещё на год программа опять же войны прослеживается. Если мы по-прежнему страдаем так называемым предательством Родины и семьи.